Привет всем, кто любит делать доклады! Вчера в школе мне задали подготовить рассказ об инхотепе, но я о нем ничего не знаю. Кстати, Фил, ты можешь сделать доклад за меня? К сожалению, эта функция отключена твоим дедушкой. Эх, жалко! Тогда расскажи мне интересные факты об инхотепе. И это ты можешь? Безусловно! Имхотеп – реальная историческая личность. Он жил в Древнем Египте, был визарем, то есть советником фараона Джосера. Существуют ли какие-то археологические находки, связанные с имхотепом? На пьедестале памятника фараона Джосеру рядом с именем фараона была обнаружена надпись «Имхотеп – хранитель сокровищницы царя Нижнего Египта, первый после царя в Верхнем Египте. Распорядитель великого дворца, наследник бога, главный жрец Гелиополиса, строитель, архитектор, воятель каменных ваз». Помимо этого, известно, что он был ученым, врачом, писателем и астрономом, а также умел толковать сны и предвидеть будущее. Ничего себе! Какая интересная личность! Он тоже был из царского рода и семьи фараона? Нет. Известно, что имхотеп был не из знатного рода. У него было 11 братьев. Он был женат на дочери главного священника из города Гелиополис и прожил 110 лет. Также археологами была обнаружена так называемая «стелла голода» – надпись, вырезанная на большом камне на острове Сехель на реке Нил. Там говорится, что эта стелла является копией документа, написанного самим Джосером на 1918 году его правления. В ней указывается, что имхотеп толкует сон фараона Джосера о семи плодородных годах и семи годах голода. Фараон, обеспокоен надвигающимся бедствием, просит имхотепа помолиться Богу и помочь подготовить страну к великой засухе. Имхотеп предлагает построить гигантские зернохранилища и обложить налогом всех жителей, кроме жрецов. Подожди! Но ведь это звучит невероятно похоже на библейскую историю Иосифа. Фил, сравни факты, которые ты рассказал об имхотепе, с фактами истории из Библии. Найдены следующие совпадения. Иосиф, как и имхотеп, был из семьи двенадцати братьев, умер в возрасте ста десяти лет, истолковал сон фараона и предвидел семь лет изобилия и семь лет голода. Ему был дан титул второго человека после фараона, и он был поставлен управляющим над царским домом. Так же, как и в истории с имхотепом, фараон просит Иосифа помочь подготовить страну к великому голоду. Как и имхотеп, Иосиф строит зернохранилище, помогает благополучно пережить голод и облагает налогом всех жителей, кроме жрецов. Иосиф также был неизнатного египетского рода, однако, в точности как и имхотеп, был женат на дочери главного жреца города Он. Подожди, вот и несовпадение. Ты же сказал, что имхотеп был женат на дочери жреца города Гелиополиса. Гелиополис – это древнегреческое название древнеегипетского города Он, который был расположен возле современного города Каир. Обалдеть! Совпадение даже в такой детали! Получается имхотеп и есть Иосиф? Этот вопрос остается открытым до сих пор, но часть ученых действительно находит все больше подтверждений данной гипотезы. Друг, я даже не могла представить, куда приведет мне подготовка этого доклада. Выяснились 11 фактов, которые настолько детально повторяются в описании жизни имхотепа и Иосифа. Удивительно сталкиваться с археологическими открытиями, которые в точности подтверждают библейские описания. Желаю тебе читать и изучать Библию. В ней много невероятных, но правдивых историй. Библию. 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 Субтитры создавал DimaTorzok